В регионе разработан образец договора управления многоквартирным домом. Документ станет определенным ориентиром для Советов домов и поможет наладить эффективный диалог собственников жилья с управляющими организациями. В обсуждении проекта договора с круглым столом, который прошел на площадке Волгоградской областной думы, приняли участие представители жилинспекции, управляющих организаций, муниципалитетов, общественники и депутаты. Вопрос о создании такого документа возник в ходе выездных депутатских приемов встреч с Советами многоквартирных домов. Жители просили помочь им разобраться в договоре управления. Типовые формы такого документа не существует. Жилым законодательством обозначен перечень обязательных требований к договору. Но его конкретное наполнение отдано на откуп управляющим организациям и общим собранием собственников многоквартирных домов. Как показала практика, многие вопросы нуждаются в детализации. Нередко договоры управления громоздкие, со сложными для понимания формулировками, которые дублируют тексты статей законов, бывают пропущены важные пункты или приложения, недостаточно прописаны права и обязанности сторон. Областные парламентарии инициировали подготовку формы договора, которая может быть использована в качестве ориентира для работы на региональном рынке управления многоквартирным жилым фондом. Нужно найти был баланс интересов, разумный, справедливый, как со стороны собственников, так и со стороны управляющей компании. Каждая сторона отстаивала свою позицию, но в конечном итоге удалось сделать такую примерную форму договора управления, которая, на наш взгляд, максимально отражает и учитывает интересы всех сторон. Полгода шла работа над проектом. Документ прошел обсуждение в отраслевых структурах и ведомствах, органах жилищного надзора, общественного контроля, центрах поддержки советов многоквартирных домов и собственников жилья, управляющих организацией. Были жаркие баталии. Договор максимально на сегодня отработан. Конечно, совершенства нет, каждый дом имеет нюансы, его, соответственно, нужно дорабатывать. Это уже в близком приближении к конкретным людям, к конкретному дому. По многим позициям удалось отстоять интересы жильцов. Это касается участия Совета дома в проведении оценки состояния общего имущества, сохранения срока и способы доставки платежек и многих других вопросов. В том числе, касающихся контроля за расходованием средств собственников. Часто Советы домов не понимают, из чего, к примеру, складываются цифры в актах выполненных работ. Мы вышли с таким предложением о том, что Совет дома может получать копии документов или знакомиться с документами, которые подтверждают те цифры, которые указаны в акте выполненных работ. Участники обсуждения в целом одобрили предлагаемую форму договора, а управляющие компании, присутствующие на заседании, выразили готовность взять его в работу. По итогам круглого стола были приняты рекомендации. В целях повышения правовой грамотности собственников, а также оказания содействия Советом многоквартирных домов, документ будет предложен для применения жильцам и управляющим компаниям. Все заинтересованные структуры смогут разместить соответствующую информацию на своих официальных ресурсах. Жители будут проинформированы через общественные организации и центры поддержки собственников. Ирина Абрамова, Андрей Терсанов. Время новостей.